Бифида и лактобактерии одни из самых известных человеческих микробах. Их находят на всех слизистых в различных пропорциях. Эти микробы исторически называются молочно-кислыми, так как они сквашивают молоко, но живут они в огромном количестве ферментированных продуктов от кефиров, камбучи, кимчи, доквашенной капусты и хлебной закваски. В микробном мире вредные патогены отличаются именно неспособностью жить в условиях повышенной кислотности, которая и создается в процессе ферментации. Что такое ферментация? Это превращение пищевых волокон в различные кислоты, молочную, уксусную или короткоцепочные жирные кислоты. Точно так же, как бифида и лактобактерии защищают ферментированные овощи от вторжения плесени и гнилостных микробов, они ведут себя в нашем кишечнике. Достаточно подкармливать их необходимым количеством клетчатки, и они будут создавать защитный PH. Несмотря на то, что здоровый диапазон – это от 6 до 8 в анализах, мы знаем, что дикие племена и вегетарианцы ближе к значению 6. Точно так же и у деток на грудном вскармливании признаком защиты является хорошая кислотность. Даже пахнет здоровый детский кал как кефир. Хочу сегодня рассказать о пробиотике L-Bifid, который содержит 4 вида бифидобактерий и 3 вида лактобактерий. Это настоящий десант, который способен переваривать самый широкий спектр видов клетчатки. Мы, люди, вообще не умеем вычленять сахара из состава полисахаридов клетчатки, а вот каждый отдельный микроб может переварить десятки видов клетчатки. Используя 7 кисломолочных штаммов в L-Bifid, мы гарантируем качественную ферментацию в нашем кишечнике. Более того, иммунная система постоянно мониторит состав кишечника и, поставляя в кишечник разные бифиды и лактобактерии, мы даем сигнал клеткам иммунитета, что все в порядке. И по факту снижается уровень воспаления, что дает возможность кишечнику регенерировать и восстанавливаться. Собирать большое количество разных микробов в одной добавке очень разумно еще и потому, что микробы, как шестеренки в часах, взаимодействуют друг с другом для улучшения процесса ферментации. Немного научной информации про штамме в составе L-Bifida. Штамм Lactobacillus acidophilus вырабатывает противомикробный бактериоцин и улучшает состояние пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Его также применяют при ожирении и проблемах с печенью из-за его способности связывать токсины патогенов. Штамм Lactobacillus козей исследовался даже по поводу эффектов снижения скорости старения. Вместе с предыдущим штаммом показывает эффекты и при дерматите, и для снижения уровня токсинов гниения в кишечнике. Штамм Lactobacillus plantarum изолирован из молока тибетского яка и показывает результаты в улучшении метаболизма и снижении уровня клеток иммунной системы, связанных с распространением воспаления. Он также активно ферментирует пищевые волокна, производя жирные кислоты, необходимые для питания клеток кишечника. Штамм Bifidobacterium bifidum выделен из здорового кишечника новорожденного. Там он выполняет функцию контроля воспалительных состояний, и точно так же эффективно он работает и у взрослых, снижая уровень воспаления. Для смеси из бифидум с лактобактериями в составе L-bifida были показаны убедительные эффекты даже при атопическом дерматите. Штамм Bifidobacterium brevi очень полезен для восстановления слизистой. Именно для этого штамма выявлена способность восстанавливать тучные клетки, ответственные за производство слизи. Штамм Bifidobacterium infantis, кроме того, что, как и все infantis, и показывает способность утилизировать более 200 видов сахаров в грудном молоке, также снижает воспаление в экспериментальных моделях колита. Он показан не только беременным и кормящим, но и всем, кто хочет добавить равновесие в свой микробиом. Штамм Bifidobacterium longum часто исследуется в комбинации с другими штаммами, увеличивает силу ферментации микробиома и дополняет наши штаммы, снижая воспалительные факторы. Интересно, что описанные бифида и лактобактерии имеют разный оптимум работы при разных PH. И получается, что один микроб начинает ферментировать, потом другой подхватывает и потом остальные доводят до оптимальной кислотности. Микробы побеждают толпой. Ну и, наконец, разные бифида и лактобактерии кодируют в своих геномах разные антибиотикоподобные вещества, которые целевым образом подавляют рост различных патогенов, не причиняя вреда остальному консорциуму полезных микробов. Получается, помещая в толстый кишечник разнообразие видов бифида и лактобактерий, мы запускаем армию борцов с патогенами кишечника. Итак, L-Bifid – базовый пробиотический комплекс, позволяющий ферментировать большое количество волокон, оптимизировать кислотность, снижать воспаление и контролировать патогены в кишечнике.